Добрый день! Меня зовут Евгения Порошина. Я психолог, коуч, также руководитель, преподаватель в Европейской школе коучинга. Сегодня поразмышляем над высказыванием Валерия Зеленского. Это юнгианский аналитик. Он говорит о том, что природа оберегает того индивида, который приносит пользу обществу, либо реализует свою видовую программу. У меня есть одна книга Валерия Зеленского, краткий курс по аналитической психологии. Найдите другие его книги. В интернете я смотрела, какие-то есть в открытом доступе. Валерий Зеленский говорит о том, что природа бережет того индивида, который приносит пользу общества. Давайте поразмышляем в контексте психолога, коуча. Человек думает, размышляет о том, что хочет поменять работу, ему не нравится его прежняя работа, и тянет в психологию, в коучинг. Какие мои размышления? Также внизу будет ссылка на канал аналитического психолога Светланы Морозовой. Зайдите, посмотрите. У неё есть видео «Я и социум». Там два часа идёт. И вот я как раз иногда её слушаю, вот в фоновом режиме слушала, хочу с вами поделиться тезисно. То есть что это значит? Ну и я согласна со Светланой Морозовой в том, что и с Валерием Зеленским, что природа оберегает того индивида, который полезен обществу. Берём пример на профессию психолога-коуча. Да, в первый год не всегда легко. Надо много видео записать, статей подготовить полезных и так далее. То есть научиться продвигать себя в интернете, давать рекламу и так далее. То есть этот путь не всегда лёгкий. И как человек может понять, что он полезен обществу и что он идёт по пути своего призвания. То есть, предположим, вы думаете о профессии коуча, психолога. Если это ваш путь, ваше призвание, даже в тот период, когда вам будет тяжело, например, год или два в профессии, перевожу метафоры, деньги будут к вам приходить с разных сторон. Можно так сказать. То есть вы будете чувствовать эту позитивную синхронность, заботу от общества. Например, женщине будет помогать мужчина, то есть, например, муж и жене. И вот этот первый год, она нормально выйдет на хорошие результаты в профессии, и потом всё, ей будет легче. То есть подумайте об этом. То есть если это путь вашего призвания, как говорит Валерий Зеленский, природа будет вам помогать. То есть если в первой половине жизни часто мы реализуем какие-то родовые программы, семейные, далее, когда мы начинаем идти своим путём, мы, можно сказать, реализуем видовую программу. И мы полезны природе, и, конечно, мы чувствуем позитивную синхронность. Деньги приходят, то есть с разных сторон. Поэтому вы будете чувствовать эту заботу, если мы эту фразу переводим на профессию психолога-коуча, то есть если это ваш путь, это ваша видовая программа, вы будете чувствовать заботу от других людей и так далее. То есть мы вступаем на этот путь героя, чувствуем заботу от Вселенной. То есть призвание — это что? То, что нам нравится. Люди откликаются. Но напомню, в первый год работы психологу не всегда так. Надо многому научиться. Научиться себя продвигать онлайн, создать контентную базу в виде статьи, видео и так далее. Но вы будете чувствовать отклик. Также финансовое положение будет улучшаться. Но, возможно, не сразу. Но всё равно вы будете это чувствовать. Часто у психологов есть такое, что талант они воспринимают как воздух. Им кажется, что это есть у всех. На самом деле нет. И также в обучающих программах идёт и личная терапия психолога, и он начинает чувствовать свой талант, что для него это как воздух, а для других это по-другому. То есть начинает себя оценить. Также признак, что это ваш талант, может быть показатель того, что иногда на вас нападают, на ваш потенциал, на ваш талант. То есть мы часто этого не замечаем, но другие люди это видят, этот потенциал, потенциальность, таланты, и могут нападать. Подумайте об этом. Со временем психолог учится принять свою потенциальность, защищать. И тут главное — интуиция и доверие к себе. Что это значит? Вот Светлана Морозова в своём курсе «Я и социум» говорит о том, что я могла бы назвать курс «Как излечиться от комплекса слияния». Но всё-таки люди на это не откликаются. А на курсы «Любовница, стань женой» на этот курс люди откликаются. Хотя суть работы одна и та же. Это работа с комплексом слияния. То есть в процессе работы психолог учится всё-таки научную информацию как-то перефразировать под своего клиента, чтобы это было понятно, и люди привлекались. И также, если человека тянет в психологию, может быть, вначале он выберет аналитические карты Таро или что-то ещё, но по пути своего становления всё-таки он выйдет на тот путь, который максимально ему подходит. Если коротко подумайте об этом, внизу будет ссылка на канал Светланы Морозовой, также ссылка на новую статью на сайте и другие ссылки. Смотрите. Итак, если есть вопросы, задавайте. И желаю получить свои инсайты по поводу того, что когда мы реализуем свою видовую программу, мы полезны обществу, и природа нас оберегает. Подумайте об этом. Всем хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok